Узнаваемые строки Гайдара, дневники Шварца, фрагменты из произведения Уильяма Сараяна и стихотворения Марка Лисянского. Отсылка к страшному году, 37-му. Неоднозначная эпоха в жизни страны, в жизни одной семьи. Пьеса 37-й год о театре, который был расстрелян в 37-м году. И об актрисе Мария Лейко, которая тоже была расстреляна. Очень трагическая такая вещь. Печальная сказка о маме, о семье, о себе. Печальная история. Наверное, светлая сказка с грустным концом. Орловский зритель уже знаком с телеграммой «Правда» в другом формате. Читка по пьесе Олега Михайлова была презентована на Международном фестивале «Люди». Затем вышла за рамки культурного мероприятия. Тогда говорить о том, что выразительное чтение со временем перерастет в спектакль, не представлялось возможным. Спрашивали у художественного руководителя и у режиссера, мол, выльется это в пьесу, мы будем, не остановимся ли мы на стадии читки. Но пока этот вопрос висит, неизвестно. Но хотелось бы, конечно. Спустя четыре месяца на той же сцене те же актеры. На смену стульям – декорации. Теперь артисты свободного пространства не привязаны к одной точке. Они активно перемещаются по сцене, переодеваются за ней и ловко применяют на себе новые образы. Во дворе со мной никто не здоровается, боясь. Да я и сама боюсь. Веришь? После того случая спать ложусь в одежде, чтобы при них не одеваться, если за мной придут. Спектакль посвящен актрисе Марии Лейко и труппе театра «Скотуве». Реальным людям, жившим и творившим в Москве в те самые 30-е. Это история о последнем занавесе, который опустился в один из самых страшных дней – в день латышского расстрела. Наталья Чунина, Андрей Борискин, Телеканал Первый областной.